Всем доброго времени суток! Сегодня мы снова отправляемся в магазин Бахаус! Впереди парк, который находится возле Ост-де-Лека. И мы через него проходим. Красиво, тихо, зелено. Немного дождик сегодня моросит. Мелкий-мелкий. А зачем мы туда пошли-то, в этот Бахаус? Чтобы... Ну, в общем, у нас пару люстр не хватает, бра... Ванну, в коридорчик. И душ. Ну, саму Лейку надо нам посмотреть, тоже прикупить. Ну и прогуляться, конечно же. Ведь хорошо же идти, когда... Когда под ногами плиточка чистая. Деревья стоят зеленые. Ветра нет. Хорошо сегодня. Не жарко, не душно, комфортная погода. А, кстати, мы идем по улице, вот в парке. Но вот по такому проулку, где в тот раз какое-то автопати я снимала, показывала. Кто не видел, посмотрите. Ниже есть видео. С выставкой какой-то машин. Там... Кто сильнее, мощнее погудит, попрыгает с музыкой и с другими какими-то наворотами. Машины стояли, я тут снимала. Ой, какая-то интересная мини-инсталляция. О, как здорово. Наверное, какие-то здания. Ой, вдалеке и мечеть. Не Анталия или что. Ну, сейчас дойдем. Если будет плакат, то посмотрим. Может быть, удастся что-то прочесть. Ну, в общем, дверь была открыта. Мы решили зайти. Не знаем, насколько платно или бесплатно это удовольствие. Ой, что-то написано. Не нам, дяденьки, что-то там говорят. Интересно все. Все до мелочей сделано. И рамы в окнах. Красотень. Какие-то исторические здания. Ой, штучка там отвалилась одна. Даже парк пытались воссоздать, который, видать, есть там. Вот это высотой сантиметров пятьдесят. О, крепость какая-то. Анталия. 1221 год. Пока все, что я поняла. Зеркала там. А здесь мечеть. Написано 1575. Анкара. 1929 год. Это тоже Анкара. 1927 год. Анкара. Пайлас. Пайлас. Какой-то мост. 1147 год. А здесь в Измире какое-то историческое здание. 1375 год. Там уже птички гнездышки свои, наверное, сделали. А это что за красотень? С множеством колонн таких длинных. Есть тут табличка. Тоже в Измире здание. Ну, к сожалению, ничего, ни год, ничто не написано. Следующее историческое здание находится в Бурсе. 1396 год. Возможно, и мечеть такая. А здесь, мне кажется, просто дома. Коробюк. Неизвестно какой год. Впереди какие-то маленькие инсталляции. А это тоже Измир. Ну, и прям сантиметров 30. Это версия. Это тоже Измир. 1901 год. А, это их знаменитая, наверное, башня с часами. Красивенько. Тоже из Измирра здание. Наверное, какого-то театра. Колонны. Впереди какая-то площадка. В середине. А это какая-то мюгла. Ну, не написано, какой год. Лёвушки. Сидят, лежат, стоят. Большая инсталляция. Чуть больше метра. Измирское здание. Измирское здание. Вот какая-то инсталляция. Очень уж привлекла мое внимание. Не поняла я, порушены временем уже камушки. Сейчасшные или тогдашние? Да ну, они валяются. Мне кажется, уже сейчас временем порушены. Может, я ошибаюсь. 921 год, что ли. Стамбульское какое-то здание. Кстати, турки произносят Истамбул. Это мы вот произносим Стамбул. А турки говорят Истамбул. Это Анкара. Крыша красивого цвета, такого вмятного. Ой, камушки все выложены. Хорошие мини-копии такие. Тоже историческое место. Конья называется. Думаю, что это какая-то деревушка, наверное. Трабзон что-то тут. Конья, 1274 год. Мне нравится, что даже вот дорожки, парки, все представлено вот до мельчайших каких-то подробностей. Это в Бурсе. 1421 гор. И вот еще. Очень красиво. И кирпичики в башенках наверху. 1270 год. А тут, по всей видимости, что-то еще будут устанавливать. Плиточка красивая. Ну ладно, устанавливайте. Потом придем, посмотрим, проверим. Конья, 1264 год. Как красиво украшено. И черепица даже. Ну, держалась, потрогала. Конья, 1251 год. Ну все. Завершаю свое путешествие по историческим местам Турции. Движемся дальше. Так как наш путь еще не окончен. Впереди нас ждет Бахаус. Ну вот мы и пришли в Бахаус. Пальмочки. Посмотрим, что под чем. Все. На входе уже Новый год закончился. Хотя у нас преддверие Рождества. Да, кстати. Всех с Рождеством поздравляю. Желаю всего самого светлого. Доброго. Пусть ваши мечты сбываются. Как сбылась наша. Хотя и мечт своих стоит бояться. Недавно я так поняла. Пока по эскалатору едем. Можно всякой всячины понакупать. Нужные не очень. Тут в середине всего наложено. Какие красивые штучки для мыла, зубных щеток. Ну и цена, конечно, красивая. с цветочками. Прямо произведение из кийства. Ершик для горшка. 231 турецкая лира. Ой, как мне краники понравились. 1470 цвет такой благородный. Ой, вообще прелесть. Изогнута какой-то буквой изюх. Нашли мы душ. Получается как-то лейка сама отдельно, шланг отдельно покупается. Ну что, будем выбирать. Вот, нашли в комплекте даже со шлангом. Надеемся, не ошибаемся, что 59 лир стоит. Умножаем на 6. Вот, за 119. Мы хотели обычно без всяких переключалок, потому что, ну, чтобы хороший был напор, да и все, господи, что выдумывать какие-то переключалки. Вот, нашли леечки не так дорого. Отдельно 99, 79, 115. Ну и шланг надо отдельно покупать. Мне вот такая леечка понравилась. Ну, по тому же против. А шланги отдельно, это, по-моему, по 85. О, по 69, что ли, есть. Вон, нашли пластмассовые какие-то леечки за 16 лир. Даже представить себе не могла, что бывают такие пластмасски за 25 лир. это уже с переключалками 29 и шланги по 85, по 95, а это 129 какой-то просто пластик. Шланг открыли, посмотрите, он пластмассовый. Сделали дизайн красивый, блестящий и все. Все, решили не умничать, с ума не сходить. Все, 59 лир и лейка, и шланг, и держатель. Все в комплекте и металлический шланг. Это для нас важно. Идем к люстрам. Во, какие разные картины. я давно у нас в России не была, не рассматривала такие витрины, но тут прям разные преразные дощечки для радости. Вот такую шваброчку потом себе прикуплю. В магазине на улице она стоит 100 лир, а здесь у ее 265. В одном отделении мочить, в другом выжимать. Оп, ножкой оп и ручками чик-чик-чик. Чудеса. Ну все, мы опять в световом раю. будем сейчас выбирать. А, вот смотри, подсиферка 2. Вот это если, вот она прямоугольная. 195 лир. Вот такие цены. Мы хотим не с лампами, да, а с чем? Ну, светодиодная. Кругленькая, да, или что? Светодиодную муж предпочитает, они экономичные, и светит хорошо, ярко. Вот на лестнице, наверное, вот такую полукруглую я хочу, такую какую-нибудь. Сейчас подберем. А потом еще в ванну надо и в коридор, там, где шкаф. Ну все, мы закупились какими-то лампочками или галлорантами. В общем, все самое интересное. Рассчитываемся мы всегда картой. Для нас это самый удобный вид расчета. мы возвращаемся уже домой, ну и снова зашли в парк, который возле Озделека. В прошлый раз мы были, тут был поломанные дорожки и так дальше, а сейчас идет ремонт и расчистка парка полным ходом, там машины работают, срезают ветки какие-то пожелтевшие, здесь все почистили, новую дорожку выкладывают, имитируя брусчатку. Ну, очень красиво. Вот январь месяц, а к весне, к лету уже идет ремонт полным ходом. Ну, еще только часть сделали дорожки. Впереди работы идут, здорово, все чистится, облагораживается. Ой, и мужичка приодели, масочку нарядили, какие-то юмористы. Пойдем направо, наверное, там вот тут сильно уж грязно. сковоречники многоэтажные ждут своих жильцов. Интересно, что на столбах их много-много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шли по парку и какие-то якоря тут многовековые или годовые лежат. к сожалению, ничего не написано. Но очень интересно. с моря их точно со дна достали. Железно. Огромные, конечно. и цепь якорная, которую точно никто не утащит. О, шевелится. рядом с якорями деревья и какие-то камни. И вот так они интересно, на мой взгляд, природа их обработала, что как будто чье-то жилище. Здорово. Вечером еще подсветка бывает. Клумбочка с анютиными глазками 6 января. Ну, прелесть. Еще какая-то клумба с розочками. красота, да и только невысокие сантиметров по 40. Листочков главное нет, а цветы есть. Какая-то игровая комната, наверное, с дядьками на входе, которые приглашают. Ой, и белоснежка. и еще какой-то челдобренщик. Даже не знаю, что это за персонаж. Что за неваляха? Ты не поднялся, не посмотрел, что там? Белоснежка. медведь что-то без Машки. Я так понимаю, что это же из мультика Маша и медведь. Ну, может и нет, конечно. Рабочие сегодня прям активно в парке все это происходит. будет. Ну, и вот Шрек лежащий большой. На дереве еще дядька с пилой, а мы вот сюда решили зайти. Не знаем, что такое. Пойдемте, посмотрим. Музей какой-то что-ли. по всей вместе. Ну, какой-то для дедов платный. Ну, все, выскакиваем из парка, а то нам еще за смородиной бежать надо. Побежали! Ну, вот еще клумба с геранью переградила путь. Свет потрясающий, яркий, сочный. А вот так в Турции происходит переезд. вот машина со специальной платформой, на которую грузится, я не знаю, мебель, сумки, там что. И перемещается в машину. Я уже не первый раз вижу. Возможно, и нас это в скором будущем ожидает. Платформа поднялась, но это только четвертый этаж у людей. Ну, все, мы уже у школы. Как я уже говорила, это с первого по четвертый, а рядом вот арочка, это с четвертого по восьмой. еще есть третья школа. То есть школа в Турции разбита на три. Три раза по четыре класса. зашли в магазин так так как называется. Купили вот такие печенюхи. Там делают кунжут, а внутри семечки. Очень вкусно, да, Альмин? Ну, все. За всем прощаемся с вами. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Пока-пока.